В Европе царит нервное ожидание. Сегодня жители Великобритании решают, какой быть объединенной Европе. В стране проходит референдум по вопросу выхода из ЕС. Все последние недели перед голосованием чаша весов противников и сторонников этой идеи буквально балансировала. Плюс-минус считанные проценты и итог референдума, как считают специалисты, будет напрямую зависеть от сегодняшней явки. Сейчас на прямой связи из Лондона наш собственный корреспондент в Британии Дмитрий Сошин. Итак, Дмитрий, ну как голосуют жители страны и вообще какие настроения витают? Ой, голосуют активно, но обстановка, скажем так, штормовая. Похоже, что Британию захлестнул ураган, причем не только политический, но и самый настоящий, с грозами, с затоплением маленьких городков и деревень. Ранним утром во многих городах Южной и Центральной Англии сильнейший ливень отрезал дорогу для людей на избирательные участки. Так что люди утром выкладывали в социальные сети фотографии, хвастались, как они преодолевали водные преграды, чтобы выполнить свой гражданский долг. Появились шутки, что, мол, природа хочет предостеречь людей от неправильного решения. Или наоборот, заранее наказать за неправильно сделанный выбор. Но дождь прошел, шутки в сторону, явка действительно очень высокая, порядка 80%. Такая активность сопоставима лишь тем, что было два года назад в Шотландии, когда там проходил референдум о независимости. А всего в избирательных списках на этот референдум числится 46 миллионов избирателей. Цифра для Британии очень большая. Это своего рода национальный рекорд. По всей стране избирательные участки работают с 7 утра до 10 вечера. Возле станции метро активисты раздают агитационные листовки и стикеры. Законом это не запрещено. Судя по опубликованным сегодня утром опросам, сторонники Единой Европы и евроскептики идут ноздря в ноздрю. Разрыв между ними от 1 до 3%. Судьбу референдума решают те, кто до последнего не мог определиться с выбором. А таковых было немало, около 12%. Я из Австралии, живу здесь со своей подругой из Восточной Европы. И сегодня я голосую за Евросоюз. Почему? Я не хочу заново оформлять свои документы, если Британия возьмет и выйдет из ЕС. Я голосовала за выход, так как экономика наших европейских соседей испытывает большие проблемы. А потому много людей приезжает к нам в Лондон. И это ложится дополнительной нагрузкой на социальные службы. И потом у нас не так много возможностей для переговоров с ЕС. Я бы сказал, что этот день самый важный за последние 20 лет, по крайней мере, для Великобритании. Экономические последствия Брекзита могут быть очень серьезными. Поэтому я голосую за то, чтобы остаться в Европе. Я считаю, что в Евросоюзе нет демократии. А решения, которые мы принимаем, слишком разнятся с решениями других членов Союза. Поэтому я голосую за выход Британии из ЕС. Агитация началась еще в феврале, вслед за тем, как Дэвид Кэмерон выторговал новое соглашение с ЕС. Премьер-министр, он, собственно, инициировал референдум, возглавил лагерь сторонников Единой Европы. У Кэмерона главный аргумент экономический. Соединенное Королевство утратит свое влияние и экономический вес, выйдя из Европейского общего рынка и политического союза. Чита Кэмеронов голосовала в центре Лондона. Мы сильнее, мы богаче и мы безопаснее в Европейском Союзе. И именно поэтому мы должны проголосовать за наше европейское будущее. Евроскептики считают, что членство в ЕС размывает национальный суверенитет. Они агитировали двумя колоннами. Лицом официальной кампании стал бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Он, как и Кэмерон, консерватор. И у Джонсона есть виды на пост премьер-министра. Лидер британской партии независимости Найджел Фараж агитировал отдельно. В борьбе с евробюрократией этот неоднозначный политик посвятил более 20 лет. Как дела? Прекрасно. Я ждал этого референдума без преувеличения всю свою жизнь. Последний раз, когда проходило подобное голосование, мне было 11. Речь идет о референдуме 1975 года. Тогда британцы впервые подтвердили членство своей страны в европейском общем рынке. Сейчас ключевая тема евроскептиков – миграция. Невероятно высокий поток мигрантов, и не только из стран ЕС, называют основной причиной, почему многие хотят уйти из европейской семьи. Последние дни агитации прошли под знаком памяти Джо Кокс, молодой и обаятельной женщины, депутата лейбориста и сторонницы Единой Европы. За несколько дней до референдума Джо убил активист ультраправой группировки. Говорят, что Томас Мэйр состоял на учете у психиатра. Возможно, что многие британцы из уважения к памяти парламентария, из солидарности с ее взглядами проголосуют за Единую Европу. Официальный Брюссель накануне озвучил британцам последнее предупреждение. Британский избиратель должен понимать, что никаких новых переговоров не будет. Мы заключили договор с Великобританией, вы получили максимум того, что хотели, но а большего мы дать не можем. В феврале мы подписали соглашение, пересматривать его не собираемся. Если уж выходить, то выходить. В недавнем интервью французской Le Monde Жан-Клод Юнкер высказался еще речи. Дезертиров мы не примем с распростертыми объятиями. Вероятнее всего, за членство в ЕС проголосуют Лондон, шотландские избиратели и жители Уэльса. Любопытно, что именно в Шотландии, там, где верны европейским ценностям, голосовал главный брекзитер Борис Джонсон. Так называемых экзитполов на этом референдуме не будет. Ведущие телекомпании опасаются, что экспресс-опросы возле избирательных участков могут дать неверный результат. Итоги голосования мы, скорее всего, узнаем ранним утром. Дмитрий Сошин, Павел Лихолетов, Григорий Емельянов, Первый канал, Лондон.